Галерея «Атриум» сегодня расцвечена всеми красками земли Рязанской. Происходит награждение победителей детского конкурса. В этом году поступило почти полтысячи заявок, но выставочный зал вместил только 124 работы. «Рязанский край» – вот тема, которой посвящены сотне работ лучших юных художников области. Перед жюри стояла задача выбрать только трех победителей в каждой возрастной категории. Велась очень длительная работа членов жюри. Ну, по каким критериям отбиралась? Конечно, безусловно, это творческая идея. Прежде всего, творческая идея. Вот как ребенок сам понимает саму тему, как он раскрывает ее. Безусловно, цветовое решение, прежде всего. Ну и, естественно, чтобы все-таки дух Рязани оставался в работах. Краски Рязанской земли вышли чистые и светлые у всех живописцев. Но единодушие они проявили только в этом. Идеи и техники исполнения картин самые разные. Всегда удивляешься, глядя на эти работы, потому что они поражают. Есть и очень высокого уровня мастерства, графические работы, и смелые замыслы, где используются и абстрактные какие-то ходы. Важный момент для маленьких творцов – это знакомство с будущим наставником, директором художественного училища имени Вагнера Василием Колдиным. Конкурс важен и для почти взрослых художников, выпускников школ. Для меня стимул движения вперед. Я просто очень сильно люблю живопись. И вот это вот моя дипломная работа выставлена, Кремль. Я очень долго ее рисовала. Галерея полна людьми только в день открытия ежегодной выставки. У большинства рязанцев не хватает времени на приобщение к искусству. Поэтому Василий Колдин поддерживает любые инициативы по развитию культуры родного края. И я приглашаю не только на детские выставки профессиональные, я приглашаю вас, преподавателей, профессионалов. Пожалуйста, делайте групповые, заявляйте групповые выставки, заявляйте какие-то интересные проекты. Выставка конкурса «Краски земли Рязанской» продлится в галерее «Атриум» до 10 января.